В начале можно сдалека немножко считается, что, ну и первое, это высказали славянофилы, что есть некого рода наше пасхонное российское, российский коллективизм, который противостоит индивидуализму западному. То есть вот запад и восток противостоят в том смысле, что на западе индивидуалисты живут, и у них вся логика жизни построена на некоторую роду понимание того, что это личность, или как это нечто самостоятельное, деленное, такое универсальное, самоценное. И эта ценность личности и индивидуальность, они превалируют над общественным. И вот есть некого рода другой менталитета, менталитет российский, менталитет востока, где наоборот, да, вот превалирует некого рода ценность коллективизма, да, вот некого рода общественная ценность, да, и где уже вот сам индивид, да, сама личность уже подчинена вот этому первоначальному, самому важному там, вот, некого рода единству коллективному, единству социальному. И вот такая вот противопоставление запада и востока вот обсуждалось там в свое время, да, и, в принципе, как бы, когда мы обсуждали эти вопросы, мы тоже пришли к этому противопоставлению. Но есть параллельно этому еще и другое рассуждение. Рассуждение, состоящее в том, что, как ни странно, если обратить внимание на поверхность нашей жизни, то вдруг выяснится, что наше общество, наоборот, более индивидуалистичное, чем общество западное. Получается так, что вроде вот у них общество, оно более коллективистское, чем наше. Потому что вот наше общество, у нас каждый отдельный индивид, он, он как бы является более, более полагается на себя. То есть он как бы стремится отделиться от коллектива, он может противопоставить себе коллективу. То есть на самом деле получается, как бы, с некоторого поверхностного точки зрения, вроде выглядит все наоборот, что какое-нибудь общество западное, да, там, оно вроде бы более коллективное, чем наше. И вот здесь вот есть некоторый родный парадокс, почему так получается. Почему вот эти две точки зрения как бы сталкиваются, и они имеют противоположное мнение, да, и как вот их развести, как вот понять, почему, почему получается вот такое соотношение. И вот если вдуматься, на самом деле, то, видимо, тут надо говорить о том, что есть два вида коллективизма. То есть коллективизм – это не нечто такое понятное с самого начала, да, и которое является с чем-то одним. А на самом деле есть вот коллективизм российский, да, вот тот, который нам присущ, есть коллективизм тот, который на Западе. И это коллективизм разный. И для того, чтобы подойти к этому развлечению, вот надо немножко как бы вернуться во времени и в прошлое, да, и понять, на самом деле, что вот в древних обществах, вот, и вообще говоря, люди почему сбились в коллективе, почему уже люди жили общинами, родами и так далее, да, потому что этот способ, как они поняли, это своего рода технологии, да, выживания. Вот выживать в коллективе, не только люди поняли, это и животные также выживают, да, то есть выживать в некого рода коллектив проще, чем выживать в одиночку. Да, и вот эта необходимость выживания требует от того, чтобы люди собирались, не только люди, а скромные животные, вообще собирались коллективы, да, и коллективы распределяли, как бы, функции между различными индивидами, и тем самым, как бы, распределяя эти функции, они находились в более оптимальном состоянии, и коллектив, как бы, вот я говорю, выживал лучше. Это вот первый смысл коллективизма, да, когда люди объединяются и образуют своего рода такой сверхорганизм, да, вот в виде, например, какой-то общины или рода древнего, да, и вот эта община или род древний, вот он как-то выживал. Со временем, как бы, появилась личность, появилась, люди начали отделяться от коллектива, да, вот появилось то, что мы сейчас называем индивидуальность, да, и тот коллективизм, который мы сейчас имеем, он имеет другую основу, потому что на самом деле каждый отдельный человек, в принципе, сейчас не нуждается в других людях, и мы, хотя мы и существуем в системе разделения труда, то есть существуем в экономике, в которой каждый из нас работает где-то в своей сфере, да, и потребляет продукты, которые произойдут в другой сфере, в принципе, выжить один, как бы, не может, но тем не менее, мы сейчас существуем в такой, как бы, в такой системе, нам, по крайней мере, это кажется, что нам, как бы, другие люди не нужны. И почему мы сейчас, тем не менее, будучи личностями, будучи, как бы, вот такими, вроде, независимыми существами, да, как бы, индивидуальностями, почему мы на самом деле все понимаем, как бы, индивидуальностями, которые, в принципе, принадлежали коллективу, и вне коллектива себя не мыслили. И вот мы живем сейчас в другом обществе, где существуют личности, и эти личности принадлежат уже к другому коллективу, да, они, как бы, могут из этого коллектива, в любом это, выйти. Но почему-либо они в него встраиваются, да, потому что, опять же, выгоднее существовать в коллективной жизни. Так вот, вот этот второй коллективизм, да, коллективизм, в котором соединились личности, причем эти личности соединились, вот как вот принято в западной литературе, там долгое время обсуждается, и сейчас, в принципе, так существуют такие разговоры. Они, как бы, объединились на основе некого отроза договора, да, вот, общественного договора. То есть, каждая из личностей, да, ну, самоценно, она, как бы, законно для самого себя, она является, да, она принадлежит саму себе, да, она не является рабом. Она является целостностью, да, целым универсумом, да, и так далее. Вот она, как бы, вступает в отношения с другими такими же личностями, да, и учреждает некоторого рода договора, на основании которого они живут сами. Да, вот. Хотя общество такое выглядит, как бы, атомарным, но на самом деле оно является некого рода целостным коллективом, да, и все равно вот эта коллективная, эта функция, она остается. То есть, общество выглядит, как бы, рассыпанным на отдельного рода индивиды атомные, но на самом деле оно собрано, потому что, хоть эти индивиды и каждый отдельный, там, говорит о какой-то своем личном пространстве, о какой-то правесе, то, что в англоязычной литературе называется, да, тем не менее, на самом деле, каждый из них встроен в систему и понимает, на самом деле, где он находится, да, что общество не представляет собой некого рода хаоса. И вот, с другой стороны, теперь мы возвращаемся к нашему российскому обществу. Вот у нас, на самом деле, изначально вот эти общины крестьянские, да, на которые указывали славянофилы, как на некоторый рода пример вот этого коллективизма, они, на самом деле, из того древнего родового понимания коллективизма, да, потому что они построены были на круговой поруке, и человек, который в это вообще на крестьянскую принадлежал, он, на самом деле, не мог оттуда просто так уйти. На самом деле, как бы, он отвечал, он отвечал за других, и другие отвечали за него. Все они были повязаны. И когда реформы там происходили, прежде всего, самая главная проблема была, как вот разрушить такую общину, да, потому что, потому что необходимо, нужно было, как бы, сделать возможным, чтобы каждый отделе христианин мог из нее выйти. Ну, это, как бы, отдельно здорово. Вопрос не в этом состоит, вопрос состоит в том, что вот этот коллективизм, о котором ратует славянофилы, он коллективизм древний, коллективизм, связанный с вот этой вынужденностью, коллективизм, которым каждый отдельный индивид не является личностью. Он, на самом деле, принадлежит этой общине, ничего не может с этим принадлежности свои сделать. И у нас так получилось, на самом деле, что от этой общины мы сразу перешли в некого рода атомарное состояние, но коллективного договора, коллективный договор, как таковой, не состоялся. То есть, на самом деле, наше общество, ну, как мне представляется, оно распалось, но не сумело на новом уровне, на уровне личности организовать нового вида коллективности. И поэтому у нас получается, что когда мы говорим о коллективизме российском, да, то мы как его радуем за ликий коллективизм вот этого примитивного древнего общества, да, примитивной вот этой крестьянской общины, а не за новые виды коллективизма, которые уступили личности разумные, и которые на разумном условии понимают, что выгоднее действовать в рамках коллектива. Мы этого почему-то, как бы, нам это почему-то не удается, и получается так, что у нас две альтернативы. Либо мы индивидуалисты, и каждый отдельный из нас живет, как бы, и как будто бы ему другие люди не нужны. Либо мы радуем за какой-то коллективизм, который вот имеет вот это древнее основание. Как мы можем, как личности, втиснуть себя вот в эти вот коллективизмы, допустим, крестьянские вот круговые пороки? Да никак. Получается, что-то такая... Отсюда и возникает вот этот вот парадокс. На самом деле, я говорю, что вот надо говорить как бы о двух коллективизмах, да, вот о коллективизме вот этом древненном, о коллективизме круговой пороки, коллективизме, в котором каждый отдельный индивид не является личностью, встроен в некого рода целостность, как вот клетка в организме, да, и о втором коллективизме, когда общество рассыпалось сначала на атомы, на личности отдельные, а потом эти атомы как бы вновь собрались, да, то есть это вот, ну, нужно было сначала развежеваться, чтобы объединиться, да, вот они сначала, общество развежевалось, каждая отдельная личность стала для себя законом, а потом они как-то поняли, что на самом деле все-таки организоваться и обратно вернуться и создать государство, общество как целостность некую, да, как систему, в которой распределены функции, выгодно, и они обратно собрались. Поэтому западное общество, нам только кажется, что оно индивидуалистично, да, на самом деле у него одновременно, поверх этого индивидуализма есть некого-то рода еще и коллективизм, как сверхразум, а у нас этого коллективизма в виде сверхразума нет, и поэтому вот возникает такая проблема, что наше общество вроде как получается на самом деле самое индивидуалистичное, что ни на есть, оно более атомарное, чем западное общество. Вот такая вот заметка по поводу различных коллективизмов. И тут еще надо вспомнить, опять же, христианство. Да, вот христианство, опять же, начинается с того, что, вообще говоря, христианство возможно только в рамках христианской общины. И все пробовать, Иисус Христа, оно построено на том, что надо создать нового рода общество. Не общество на родовом принципе, да, в принципе родства, там, принадлежности к роду племени, народу, а на уровне, как бы, вот, объединения на основе братства, да, на основе сыновства Бога. И вот эта вот новая рода община, на самом деле, она должна Быть своего рода новым видом коллективом, в котором объединены личности. То есть там люди объединяются в роде, потому что они просто принадлежат этому роду, они составляют его часть, они им как бы служат, они ему принадлежат, они никуда не могут из него выбраны. По происхождению своему. Они рождаются по крови, они ничего не могут сделать. А здесь люди свободно вступают в новое объединение, да, христианское коллектив, который объединяет людей уже не по крови, а объединяет их по убеждению, да, по принадлежности как бы к более высокому уровню понимания того, как должно устроено быть общество. Так вот, если брать вот опять же какую-то христианскую тему, то получается, что западное общество, оно в большей степени осуществило христианскую общину. Хотя как бы нам кажется, как будто бы у него там, у него западное общество более такое идеалистичное, но на самом деле это не так. Мы, наше общество, оно не может, наша христианская община, когда мы говорим о том, что должна быть такая христианская община, речь идет о вот этой примитивной христианской общине, вот этой круговой поруки, то есть о той древней, древнем понимании общности, когда каждая отдельная личность должна себя задавить, да, во имя как чего-то целого. То есть, с собой буквально в смысле пожертвовать ради целого, да, то есть как бы отсюда вообще говоря вот эта тема жертвенности постоянно звучит. Просто потому что мы не понимаем вот этого нового вида коллективизма, коллективизма, который объединяется личностью. Мне кажется, что, может быть, я, может, немного преувеличиваю, но вот мне кажется, что вот мы, наше общество не достигло понимания того, что люди должны как-то сознательно вступить и понять свою общность, да, и организовать общественную жизнь на основе вот этого сознательно принимаемого этой обществе. То есть, мы либо грезим о коллективизме, который вот в виде крестьянской общины, вот эти, да, о которой грезили славянофилы, то есть коллективизм древнего, там, в виде круговой поруки, либо мы говорим об индивидуализме, да, к которому почему-то упрекаем западное общество, которое этому не соответствует, скорее, оно соответствует тому, как в нашей жизни строим, да. Вот такой парадокс. Можно возразить? Давайте. Мне кажется, что, может, оговорился автор, может, это так специально сказано, что говорить о примитивизме русской общины, но, мягко выражаясь, на территории России некорректно. То есть, примитивизма никакого в этой не было, а это было высокоорганизованное общество по своим порядкам. Я имею в виду ту общину, значит, вот то, что мы знаем, ну, вот я знаю, допустим, там, 800-х, 900-х годов. То есть, вот это, считаю, некорректно. Примитивность. То есть, это слово, может быть, сорвалось у вас? Ну, понятно. Я не хотел вложить в нее никакой... То есть, это не примитивизм, а это способ организации общества и... Никакой оценочности здесь не было, просто я имел в виду, что вот она, вот такая организация общины, она как бы из древности восходит. То есть, из древности именно так была жизненно организована, и наша крестьянская жизнь, наша крестьянская община, как пример общинности вообще, да, как мне кажется, она именно вот по этой модели построена. А есть другого рода общинность, да, которая основана на том, что она объединяет личности. А второе, что я хотел сказать, что если сравнивать коллективизм, там, это Россия и Запада, то, наверное, все-таки имеет смысл, наверное, разделить по религиозным составляющим это страны католицизма и партистантов. Потому что, наверное, это, я считаю, что это принципиальное, важное отличие. То есть, вот так говорить, что вот в России так, а на Западе так, считаю некорректно. Ну, я, может быть, на самом деле, и на Западе еще и коллективы на основе личности, они как-то еще и различаются содержательно, это может быть. Но вопрос... Профессионально? Да, это не в этом сущность состояла. Сущность состояла в том, что вот есть изначально, как бы, некое противостояние Запада и Востока, да, то, что в философию нашей русской понимается противостояние, там, западников и славянофилов. То есть, славянофилы считают, что вот есть какая-то поспонная наша коллективность, некая общинность изначальная, которая... Общинность, как... 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 Как некая основа, некая особенность нашего менталитета расистства. И что мы, на самом деле, какими бы ни были, мы никогда не будем индивидуалистами, мы всегда будем стремиться к коллективной жизни. А типа, а вот как бы, вроде на Западе это не так, и вроде как на Западе там вот некого рода индивидуализм, там, как бы вот... И это они доказывали, указывая на жизнь, на социальную, на искусство, там, на прочее. Примеров много. Но если вот как бы от этого рассуждения подняться чуть выше, то получается, что как раз ситуация обратная, как мне кажется. То есть, тот коллективизм, на который радуется, я еще раз говорю, что вот коллективизм древний, да, вот коллективизм, когда люди связаны, да, когда они не являются личностями, они полностью как бы подчинены некой целостности, да, они не свободны в этом смысле, да. И от другого коллективизма, где люди свободно организованы, объединены и сознательно участвуют в некого рода коллективном целом, хотя в любой момент нужно из него выйти, потому что он свободен. Человек личность, он понимает, что это разумно, разумно устроить коллективную жизнь. Вот Западное общество как устроено? Оно устроено разумно. В том смысле, что каждый отдельный человек там личность. У него есть его личное пространство. Тем не менее, он построен в некую систему целостность. И она, эта целостность, работает разумно, она коллективная. А у нас получается, что если коллективизм, то почему-то всегда вот такой коллективизм. Коллективизм, когда ты полностью должен пожертвовать своей личностью, самобытностью своей, своей универсальностью, да, вот ради какого-то целого. А где это, у кого такой коллективизм? У меня такого нет. У кого такой коллективизм? Нет, поэтому, нет, еще раз. Я не понял, что коллективизм не стал общинным. Нет, это крестьянская община была так. Современное состояние нашего общества, я же что-то сказал, оно индивидуалистичное, наоборот. Мы же сейчас, на самом деле, вот эти, когда развалились крестьянские общины, мы развалились на вот эти отдельные индивиды, и мы сейчас с трудом можем организовать нашу социальную жизнь. Нам не удается ее организовать. Хорошо, да. Можно вопросик? Я вот так понял твою мысль, сначала уточню, да, что мы находились долгое время в России в первобытной общине, ну, вплоть до революции, да. Вот, потом мы из нее вышли. Потом я еще сразу, как бы, вставлю вопрос. У нас же был еще советский период, некая общинность, да. Запад шел другим путем, создавал какую-то свою общину. Ну, это твои мысли, я пересказываю. Вот. Сейчас мы, отказавшись от советской общины, оказались, как бы, в первобытную общину мы вернуться не можем, советской общины у нас нет, мы оказались вообще без гражданского общества, да, большого. Я думаю, советская община, на самом деле, некоторого рода копирование вот этой вот, крестьянской общины, потому что там точно так же не было свободы. Советская община? Да, и там, да, вот, сам закон о том, что сажали за тунеядство, это хорошо указывает на это. То есть человек не мог, не имел права не работать. То есть это не свободное объединение? Это не свободное. Это не свободное. Это точно такая же была крестьянская община на всю страну объединенной. То есть та же страна была, как одна большая, ну, не знаю, можно сказать, община, можно сказать, зона, но это не важно, как уже ее называть. То есть мы не были свободны. Суть вопроса в чем состоит? В чем трудность коллективизма, когда объединяется свободные личности? Что это такое коллектив, когда я могу уйти из него? Понимаешь? Ну вот сейчас мы вышли из всех общин. Мы живем сейчас в индивидуалистическом обществе, где каждый человек отдельно. Мы иногда на некоторые задачи объединяемся, но в целом на самом деле у нас кто в лес, кто под рова. Поэтому в составе жизни у нас не получается. У нас на самом деле даже до сих пор мы не можем договориться по каким-то ключевым вопросам. У нас всегда есть какой-то лагерь западников, лагерь каких-то там. Почему? У кого социальная жизнь не получается вообще? Мне интересно. Да дело же не в этом. Я имею в виду социальная жизнь как единая жизнь государства. Мы живем на самом деле как будто бы каждый отдельно. У нас не получается построить социальную разумную жизнь. Она, конечно, стихийно как-то вырастает из того, что мы сталкиваемся в жизни. Она, конечно же, как-то организуется. Мы не можем уже жить, уж совсем уже, как индивидуалисты. Естественно, мы вынуждены считаться с тем, что мы связаны. Другое дело, что нет в этом разумности. Вот того на самом деле, что было на Западе, когда они разумно выстроили свои законы, свое общество, попытались все построить по этому разумному плану. В этом состоял, в принципе, классический, если брать философию, то философию это было время, когда люди пытались создать единую систему мира, в которую как бы и социальное, и общество, все как бы вложилось. Вот у нас такого попытки выстроить единый мир сверху донесу, у нас такого не было. Мы этот проект так и не осуществили. Мы так и остались. Живем на некоторого рода разваленных. Старое ушло, а новое не приходит. И на самом деле, нам как бы, если так вот посмотреть и поспрашивать, в основном, как бы, многим людям вообще наплевать, как там, что будет с государством. То, что государство для них это нечто внешнее. А на Западе? На Западе. США взять. Вопрос. Вопрос. Задается вопрос там. Нет. Вы ответите на большое количество стран. А готовы ли отдать жизнь за свое государство? Вопрос тогда. Аналогично русским выдается. В каком соотношении находятся положительные ответы? Смотри, самый интересный, сам вопрос. Сам этот вопрос ставится вот из того древнего представления о коллективности. Готов ли ты отдать жизнь за свободное личность? Имеет право выбрать, отдавать или нет. И если человек готов отдать, это означает, что он, как бы, имеет какую-то нужду и вину перед этим целым. Он, как бы, имеет, не просто, долг. Да, но у них вот долга они не имеют такого. Не имеют и все. Ответы показывают, что долг у них нет. Правильно. Так вот это и есть. Значительно меньше. Послушайте, в этом состоит, как бы, вот парадокс нового вида коллективизма. Он такой коллективизм, в котором каждая отдельная личность имеет право сама высказать, присоединяться к этому коллективу или нет. Она такова. Мне кажется, что вся проблема в материальном положении и все. Это тоже. Я так хочу сказать другое. Мне вот я тоже, до этого момента, думал о русской общине, примерно тоже сама я бы сказал, что была. Я посмотрел книжку такого замечательного исследования русского сервера, как господа профессор Трошева, в Северном фактическом университете, и выяснилось, что на самом деле, что никакой вот такой пратриархальной общины, как ее описано, как объединение крестьян, желающих пившихся друг друга, пытающихся друг другу все время помогать, диктурующих свою жизнь, вообще не существовало. Более того, любой крестьянин всегда мечтал уйти и избежать из этой самой общины. А кто ее поддерживал, эту русскую общину, во всеми фирмами своей души? А государство? Почему? Да потому что налоги, еврей-крутский призыв, и другие евреи в натуральных налогах, они взыскивались не с каждого человека, для государства в тех временах это было невозможно, а со всей общиной. И общину было не нужно помогать своим, например, бедным. Только потом прощение, что если они умрут от голода, то платить на каждого человека будет больше. Поэтому никакой общинной жизни, в смысле, по результатам прошлого книжек смотрю, никакой ее не существовало. Это была исключительно форма внешнего насилия, которая сгоняла людей в эту так называемую общину. Никакая взаимовыручка какая-то особенная или что-либо еще, не диктуемая сверху государством, она просто не существовала. То есть, если как только прессинг государства отпал, когда стала возможность работать с каждым человеком по недуальности, русские все из этих общин быстро выбежали. То есть, русские, как бы быть русским, как пишет Херман Светулаев, чеченский писатель, и быть свободным это одно и то же. И не было никакого этого крестьянского, этого мирного, патриархального единения в чем-то там еще, собирая этих тканей, там, вышивных платков. Ничего подобного не было. Как же тогда было интересно, как же слайнофилы тогда все-таки ратовали за это какую-то общину, за это якобы особый русский менталитет. Понимаешь? Я-то на самом деле даже не беру судить. Ратовать они могли сколько угодно, но это был тот особый русский менталитет, который был искусственно навязан государству. Хорошо, я просто... Рекрессионного аппарата. Вопрос в связи в том, что я не беру судить, я не знаю на самом деле, какая там на самом деле была христианская община, это не важно. Вопрос в том, что чисто философский. С философской стороны, я как бы доверяю типу слайнофилам, что действительно был такой менталитет. Что есть вот такая мысль о том, что русские склонны жить в общинной жизни, коллективной жизни. Я пытаюсь как бы проанализировать, что из этого следует. Может быть ты прав, может быть и точно так же слайнофилы грезили о том, чего не было. Да, да, да. Может быть. То есть они по большому счету были такими же прислужниками репрессионного аппарата российской государственности, как и любые другие по большому счету. Все, что они пытались говорить, вот эту политику общинности, проводившую насаждавшуюся российской властью сверху, они пытались ее оправдать. Где было русским, это самим присуще. Интерфицентская дава сама себя высекла. Ничего подобного не было, вот если я смотрю, потрошил. То есть как раз быть русским, быть свободным, это одно и то же. И вся эта община распадалась тут же, как только государство установилось невыгодно выбирать с него вместе все и все налоги. Вот в чем мы видим. Не менее, было бы смешно говорить о том, что крестьянин был личностью. Даже если поверить тебе, что никакой такой общины патриархальной крестьянской общины круговой пороги не было. Круговая порога была. Круговая порога была, но откуда она была? Была ли личность такой вот? Была. Была. Конечно. Была личность. Была личность очень автономная, очень самостоятельная. Если была, на самом деле, я говорю, что то, что я пытаюсь обсуждать, оно основано просто на мнении Славенопилов, которым я доверяю. Может быть, они не ошибались. Ну, я и говорю, что это была такая идеологическая прислуга жандарского мурядника. Жандарского мурядника. Я вот в свое время интересовался общиной в России. У нас был вот такой Неплюев. Нет, погрубче. Неплюев. То есть, это очень состоятельный человек был, даже дальний родственник на царя, по-моему, Александр Третьего. И он свой проект предложил царю. И есть книги, там можно найти в интернете, этого не было. Оттуда понятно становится, что царь понимал, что эта община уходит. Вот эта первобытная община, про которую ты говоришь. А куда идти дальше, совершенно непонятно. Патриархан был. Потому что, как бы, если не будет этой скрепы духовной, как наш патриарх говорит, о которой все общество объединяет, то он просто развалится, просто разойдется. Да, и налоги с ним будут взимать неудобно, да. И вот Неплюев предложил такую общину, они реализовали. Эту общину уже не первобытную, а другую. Я сейчас на этом не буду останавливаться, но там совершилась революция. Ну, КАМУМ организовал. Да, совершилась революция, что самое интересное, что коммунисты эту общину разогнали. Не, а самое интересное, что все-таки наши эволюционеры, они же тоже вышли общинами и терминами, да. Они пытались домограми за это, ни одна коммуна не выжила. Подчеркнуть еще раз хочу, что царь, и, наверное, предыдущие цари, ну, Александр Третий точно, Николай Второй понимают, что эта община уходит, и вместе с этой общиной может уйти и Россия вообще неизвестно куда. Ну, это непонятно, чего они там будут. И никакой альтернативы не было, потому что, почему состоялся проект Неплюевской общины, только потому, что только царь поддержал. Против Неплюева был настроен весь Синод, все священства, все чиновничество. Лично царь поддержал, подписал ему разрешительство. Да, 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 я и говорю, что все делалось с верхушки. И община вот эта, так называемая, патриархальная, которая снанофила, она, по-большому счету, в этот вот такой столб гасит государство. Это русским крестьянам она нафиг была не нужна. И самое интересное, что самое интересное, до сих пор ведь эти разговоры поднимаются, до сих пор как бы этот разговор о том, что вот у нас какой-то особый менталитет, община и коллективистский, да, вот до сих пор об этом не разговаривает. Ну, это советская идея, а? Советская идея. Вот русская идея, на чем она основана? Она основана в том, что якобы вот такие какие-то особые коллективные существа, а на Западе вот, типа индивидуалисты. Но если вот думаться о том, что я говорю, то получается, что это... Ну, если верить Игорю, опять же, да, что никакого особого какого-то коллективного там... Как у нас сейчас предельный индивидуализм русских, так и всегда было. Да, возможно, на самом деле, это вопрос, это некого рода грезы, да, как православные грезы о том, что вот должна какая-то община быть. Александр Александрович очень замечательным образом объясняет. Он говорит, что всю жизнь, из-за тяжелых условий жизни, по большому счету, плотность населения на восточной части Европейской равнины была крайне низкая. Люди жили вообще очень маленькими группами, рассчитывая на себя, на кого-то там еще, на знакомого. Ну, индивидуалисты, по сути. А в Европе они жили, человек на человеке, голова на голове. И поэтому они вынуждены были вырабатывать подобного рода требования. Уважение к другому, правила взаимоотношений, еще русских совершенно не было. Надоело, у нас же был замечательный юрид, в день, блин. Собрались все свои пожитки и ушли, куда глаза глядят. Земли-то какого много. Причем, что интересно, люди иногда думают, что якобы законы нас объединяют. На самом деле, если мы думаем о нашем менталитете, то ведь мы всегда законы воспринимаем как внешнее насилие. Вот есть какое-то злое государство там, Которое вот мне, как меня, меня могут ограничить. Но если вы так воспринимаете... Подождите, подождите, я сейчас об этом объясню просто. А на Западе законы понимаются всегда как разумное некое установление, как логичное установление, как способ организовать общественную жизнь. И там вот эта долгая история этих законов, и до сих пор английское право, допустим, является просто образцовым правом. И до сих пор даже наши эти всякие олигархи пытаются там как бы... Оно многовековую историю имеет, оно как-то установилось. Но оно представляет собой нечто, как бы то, что работает. А наши законы, которые даются извне, как мы на них смотрим, мы живем по неким понятиям. И нам эти законы, это нечто внешнее нас не касающееся. Хотя изначально смысл закона состоит в том, чтобы организовать некое общество как единое целое по некому роду единым правилам. Вот как правило дорожного движения. Они же даны, чтобы... Не просто же так, это некое разумное родоустановление. И мы по ним ездим, потому что это разумно. Но у нас, на самом деле, индивидуализм таков, что нам обязательно их надо нарушать. Скорость превысить там где-то... Потому что каждый из нас чувствует, что вот он как бы... На эти правила вообще-то либо не поймали, либо не оштрафовали. Если не поймали, не оштрафовали, можно как угодно их нарушать. То есть у нас разумное понятие, что они разумны, но у нас такого нет. И вот это изначальный менталитет индивидуалистический. Отсюда получается, что у нас единственный выход, то, что у нас и происходит, в общем-то, это встраивается в фарватер Запада, если это все копировать. Потому что наш советский проект провалился общинницей. Потому что он был построен на вот этой патриаркальной общине. Потому что не было. Надо было новую общину создавать. Потому что, я говорю, что внутреннего проекта не было. Была немецкая династия, которая вот этот общинный проект... Русские деньги, не было русские деньги. Ну, она вот такая же идеологическая штука. Павославство поддерживает народность. Просто искусственно навязанная немцами, то есть немецкими правителями России и стране. Где было все основано на исключительном индивидуализме. На исключительном притом. Нет, самое это... Я повторяю, что заговоров с индивидуалом. Быть русским, быть свободным, оно и то же. Нет, самое это любопытное, что это же не просто какие-то разговоры в далекой древности. До сих пор, до сих пор, вот можно в сети, эти обсуждения, все как бы встретить. То есть это постоянно как бы муссируется, что у нас даже философия какая-то русская особая. Смотрите, а откуда эти разговоры муссируются? Я вам смотрел сфотологические данные, поэтому смотрите, как у них хитро получается. То есть, с одной стороны, люди осознают, что им хотелось бы жить западной жизнью, быть западными людьми, а с другой стороны, они осознают, что этот проект «Жить как на Западе» у них проводится. Поэтому особый путь, который они говорят, что в России есть особый путь, это на самом деле не требование какого-то особого пути на самом деле. На самом деле они хотят жить как на Западе. Это является признанием того, что этот проект проводился. И ничего больше. И тогда начинаются разговоры об особом пути, о каком-то коллективизме, о чем-то еще. Все, за этим скрывается одна констатация, что жить как на Западе по какой-то причине сейчас не удалось. Хотелось, но не удалось. Еще есть другая проблема. Дело в том, что есть западные всякого рода исследователи, они почему-то никак не могут понять, кто мы такие. Потому что даже есть такие, такого рода высказывания, что мы вроде тоже белые, и вроде тоже европейцы, и они на нас смотрят, но мы как бы дикие, как какие-нибудь народы азиатские. То есть они не могут понять, как такое возможно. Как возможно, что они, европейские народы, организовались, у них как-то все налажено, социальная жизнь. И они смотрят на нас и не понимают, почему мы такие дикие. Есть фашистские теории, пытаются объяснить, что на генетическом уровне какие-то такие уроды, а есть более нормальные теории, которые указывают на то, что на нас влияет, почему нам не удается все-таки организоваться, в чем проблема. Отсюда возникает всякого рода попытка экспансии, попытка Запада войти в наши пределы, в наши государства, и как-то помочь нам и организовать. Это можно воспринимать как агрессию, а это можно воспринимать как своего рода помощь. Постоянные попытки завоевать Россию – это не что иное, как вот этот хаос, который непонятно, что из него родится. Организовать каждый раз. И то, что случилось в 90-х годах, когда наше государство разрушилось, на самом деле многие на Западе воспринимают как не что иное, как братская помощь. Идти и организовать здесь на этой территории хаоса новый порядок. Ну а откуда хаос-то? Где хаос-то был? В Сталинской России хаос-то был? Нифига себе хаос за... Или Крущевская, или Крущевская, или Крущевская. Даже при разложении. Это был такой хаос, что это рассматривается с Запада, да? Влад, а как насчет дикости, да? Что дикость исходит из территории России? А как нацизм изошел в территорию Германии? Это же не дикость. Потому что подобного менталитет, попытки использовать это, грубо говоря, как белые дикари с русскими есть со стороны запада и попытки это предпринимается но это попытки они по большому счету искусственные и русские тоже делают а почему каждый раз так получается что мы постоянно в конфронтации с западом сейчас опять очередная волна какая конфронтация сейчас западная есть она на разных уровнях и на уровне как бы по зомбоящику вам эту конфронтацию показывают и все а где конфронтация дальше у вас конфронтации нет понятно у меня есть конфронтация лично у меня понимаете лично у вас нет надо было извините я перебил вас надо догадываться чтобы протопилку вот эту какую-то я говорю давайте перебираться в колее темы не надо про эту тему забудем я хочу сказать прямо противоположную вещь то есть попытка со стороны запада превратить русских из какой-то там особый путь особая какая-то духовность и общинность она же навязана по большому счету немецкой династии находившейся на русском престоле это как раз есть попытка исключить и русских из общего круга цивилизованных государств что совершенно на возле ты мне кажется тоже уже начинаешь закручивать некую теорию заговора вопрос про конфронтацию на самом деле вот до сих пор сейчас даже сейчас мы наблюдаем есть две партии до партии условно говоря как бы вот тех которые запад патриотов и партии западников и есть как бы те кто поддерживает навального поддерживают удальцова всех этих ребят а есть и которые поддерживают путина евгения федорова и прочих стариков и вот пожалуйста эта конфронтация на самом деле может даже говорить о том что это какая-то как я говорю холодная война которая на территории российской федерации существует и она всегда существовала славянофилы и западники опять же в свое время тоже были всегда была западная партия если посмотреть на славянофилов они сами по сути западники западники жили десятилетиями одно из их большинства французские фактически они русские и так далее вот такие были себе они не ну хобяков одевал там там присядской одежду и поскольку русская одесса всегда вот всегда вот эта клоунада такая была типа того что вот была удивить значит это градация значит сводилась все сводилось по маскарабу клоунаде сводилась навальный там и другие компании Я имею в виду патриотов, то как иначе? Если вы считаете, что Бастрыкин, значит, глава человека, Бастрыкин, значит, глава Следственного комитета, обладающий высшей государственной тайной и имеющий, значит, гражданство в стране НАТО, вид на жительство, это вы считаете, значит, как запречительством или патриотизмом? Вот вопрос. Они противопоставляют власть и... Нет, вы противоставили Пусин и Навальный. Почему? Они оба патриотами. Они оба патриотами. Да, одни только хотят, чтобы было как на Западе, а другие хотят, чтобы было как на Западе. Давайте в политику. Существует... Может быть, культурологическая тенденция, чтобы на русских, по большому счёту, такой же европейский народ, как и остальные, всё время попытаться напялить этот, головной убор с перьями от Чингачгука. И сказать, что вот русские, это на самом деле Чингачгуки такие. И их надо цивилизовывать и что-то с ними делать. А это не так. Хотя у нас тоже есть такая тенденция. Вот помните, эти писательные деревенщики были в 70-е годы. После того, как, по большому счёту, Красный проект провалился, связанный там с марсоходом, который вот сейчас у американцев ходит, а у нас он в 71-м году по марсову фигачил. Вот, в 71-м году всё это провалилось. И вот тут начались эти вышиванки, эти самые русский национальный рубаш, самобытность, музей деревянного зодчества, назначение корня, и все в основных штуки с Чингачгуков. Это было везде. И в Италии, и в Германии. И тоже они ходят в каких-то там шляпки. Ну, про Чингачгуков, я понимаю. Везде у них всё это видят. В любой стране есть национальная одежда, национальные традиции. Речь идёт не национальная одежда, а в том, что попытка превратить русских в Чингачгуков. Не просто ходить в национальные одежды, а просто конкретно превратить в Чингачгуков. Нет, проблема есть некоторого рода. Либо мы такие же люди, как и западные люди, тогда почему мы живём-то, так сказать, как-то по-скользски. Либо мы на самом деле какие-то другие люди, и мы должны как-то по-другому научиться жить. Вот это и есть изначально вопрос как бы и славянодилов, и западников. Либо мы идём, как бы, общим путём, да, тем путём, которым идёт всё человечество, ну, и в авандарте, который идёт запад. Либо мы идём каким-то своим особым путём. Смотри, у тебя есть один простейший путь. Это умение, подавляющее большинство населения, решать сложные дифференциальные уравнения. Вот это у тебя есть критерий западничества, очень простой. А теперь вместо этого пытаются Чингачгуков подсудить. Ну, здесь деревянное восточство, русскую духовность. Значит, ты говоришь, что мы должны влиться некоторым долларом западную цивилизацию? Мы не в западную цивилизацию должны влииться, мы должны дифференциальные уравнения решать. Вот и всё. Это разные вещи. Мне интересно, почему это решается, и мы должны что-то научиться решать? Я говорю, Garage социальность, а ты говоришь о дифференциальных уравнениях. Да я говорю именно о дифференциальных уравнениях. И что? Ты думаешь, где-то на Западе народ умеет все дифференциальные уравнения решать? Точно так же там имеет какие-то действия. Это гипербола. Это гипербола. Ты говоришь постоянно. Либо опора, собственно, силы, либо влиться в Запад. Нету дилеммы самой. Вопроса нет о том, что влиться в Запад и опору существует. Такого вопроса нет. Есть вопрос умения решать дифференциальные уровни. Хорошо, давай скажем так. В Советском Союзе это была наука, и наука это была на уровне мирового уровня. Мы умели решать дифференциальные уровни. Вот-вот-вот. Хорошо жили? Хорошо. Лучше всех. Я понял, вы-то лучше всех жили. Ты говоришь про хорошо жили. Я просто имею в виду, что в том смысле цивилизационно. Ты еще раз повернулся в этот мир. Нет, не это я хочу сказать. Если мы всех научим решать дифференциальные уровня. На самом деле, вот этого цивилизационного выбора между западничеством и... Восточность... Маска Чингачгука, ее по большому счету нет. Вопроса такого не должен стоять. Понимаешь, как тебе объяснить? Ну это уже проявление самого себя провинциальности. Хорошо. Я могу тебе сказать, в чем вопрос состоит. Вопрос состоит в том, что вот вроде мы на территории нашей России все разумные люди. Почему мы не можем на столько какого-то общественного договора договориться и жить? Так мы живем и договорились. Да мы живем, это так кажется, что мы цивилизованы. Потому что половина хочет так жить, а другая половина так. Ну и что мы договорились? Недавно говорил Игорь, что там воросает мусор, там у нас чужой балкон. Ну что? Ну у нас такие обычаи. Ну такие обычаи. Мы живем. Стремительно меняются. Стремительно меняются. Потому что действительно Советский Союз с всеми его издержками был жестким. В определенном смысле. Действительно превратили всю страну в большую зону. Социалистический лагерь назывался. Действительно люди там сидели, они жили очень часто. И у них очень многие вещи, к сожалению, остались вот такие. Странные. То есть на уровне заключенного и надзирателя. Это есть, но это все преодолевается. Но там они были не менее свободны, чем сейчас. Я хочу очень простое сказать. Что когда вам пытаются говорить о запомничестве и славянофильстве, и вы попадаете в тиски этого уже дискурса, вас уже развели. Давайте так, как бы это разрушить. Нет, Игорь, не развели. Знаешь, почему не развели? Да, уже на моем деле. Подождите, я просто... Высказался с Ченгачоком, сам в это поверил. А ты посмотри, ведь современным славянофильством может быть и то, что сейчас превалирует в нашем обществе. Реставрация того, что было в СССР. Это же был некий путь некой общинности, чтобы там не говорили. И сейчас об этой реставрации грезит, наверное, 80% населения, если не больше. Они грезят об ультеронной личности. А почему они... Сейчас объясню. Особенно защищенности. Была действительно сегодня очень хорошая, как мне кажется, идея выставила, что такое новое и свежее. Что мы из одной общины вышли, а в другую не вошли. А Запад вышел и вошел. У нас туропытная община вышла. Худо-бедно какая-то, у них общество там сложилось. У нас или нет. Но Советское рухнуло. И нам остается либо опять какой-то свой проект... Что я имею в виду по слову Запад? Запад Европа или Запад Америка? Да. Это все отличие. Подождите, мы не будем в таких тонкостях ходить. Ну как нельзя? Ну ладно. Саша, сейчас еще определение давайте все дайте. Это и есть вражение некой провинциальности, как я называю. Да, правильно. Провинциальности. Когда у тебя привезли депардье какого-то несчастного. Мы же провинция. Нам же парень приехал. Давайте мы тоже что-нибудь там. Хлеб солью. Квартиру продаем. Давайте как? Вместо этой клоунады я как бы кое-что... Да почему клоунады? Валат, просто тебе пытается... Я считаю, что правильно говорит Игорь Никита, что вот эта сама постановка вопроса, что там, мы следуем за Западом, или Запад следует за нами... Это уже вот так сказать Запад за нами ничего не следует. Что Goldolando, даже не понимает чем речь это по вернее сказать. Ну ну все, никто не понимает, а тут после этого… Вообще как запад за нами следует! Да как следует! Не следует за нами что ли? Да ну это глупо. Просто так глупо количество вопросов... Некорректно. Я не правильно сказал, не совсем корректно. Расхожие идеи есть о конкуренции наций и народов. Ну, как бы Путин об этом говорит и многие. Так вот, как это конкуренцию выдерживает? Современные. Вот есть современного рода технологии. Если общество хорошо организовано, если оно может выступить как единый лагерь, оно мудряется в этой конкуренции как-то выигрывать. Отвечать на вызовы времени, что называется. А если общество такое, как у нас, индивидуалистическое, одна часть в одну сторону движется, другая в другую, а есть те, которым вообще наплевать не на ту и на другую половину, как бы, да, когда оно такое в полухаотическом состоянии находится, оно, конечно, никакой конкуренции выдержать не может. И, как бы, и такое общество просто на глазах как бы разваливается. Это то, что происходит с нами. У нас и промышленность уже там в массе своей накарне уничтожена, там остались там какие-то там. Оставили нам только те возможности, чтобы мы могли обеспечивать Запад, нефтью, этой газовой и прочей природными ресурсами. А промышленность производства продуктов питания? Что вы, хорошо, хорошо, не расцветает? Хорошо, расцветает, подождите, подождите. Да ну и что вы говорите так только? Да я понимаю, что, Старший, я понимаю, что вы, высокодалённый экономик, всё лучше знаете, да. Просто мы не будем обсуждать эти вещи, оставим за бортом. Ну, как бы, предполагается, что всё-таки в нашей экономике, как бы, и в нашей промышленности это достаточно всё плохо, да. Так вот вопрос, в чём состоит? Как мы можем выдержать вот такую конкуренцию у нас? Мы только единственный способ можем это выдержать, если всё равно общество будет организовано, да, на основе... Надо не сколково строить, да, не пытаться как-то, как бы, опять же, сбоку прирастить какую-то функцию, да, модернизма. А надо, на самом деле, общество изменить, чтобы... Надо технологии применить как бы неправильной организации общества. Об общество правильно организовано, оно сможет и сколково устроить, и всё остальное сделать. А у нас получается, что есть какой-то проект модернизации, он как-то, опять же, навязан нам извне, и этот проект опять просто на глазах разваливается, как и всё, что навязано извне, всё, что не вырастает изнутри. А суть, мы только тогда можем, я говорю, ещё, вот эту конкуренцию выдержать, если на самом деле общество будет организовано. А мы вот всё и не можем никак вот организоваться. Вот наша социальность, наша огромная сторона живёт, как бы, вот так вот, как-то там, локально. И каждый отдельный человек ему тоже, как бы, там, в массе своей на судьбы страны наплевать. Такая ситуация, что мы ждём, когда кто-нибудь нас организует. Запад с удовольствием это делает. Да, Запад это делает. А куда ему добавить? Вы понимаете, что что от нас ждать? У нас есть атомные бомбы, у нас ракеты есть. Нельзя же пустить на самопек весь процесс. Но им страшно. Они, конечно же, люди, которые ко всему подходят разумно и решают проблемы, они вынуждены решать и чужие проблемы. Как бы у нас ракета не улетела, как бы атомная бомба там не пропала. Они вынуждены были и заняться, и самоорганизацией нашего общества. Ну что вы говорите, что мы русские... Хорошо, хорошо, вы... Мы не можем организовать... Получается, получается, как говорится. Ну, было одну совесть надо иметь, что русские люди, значит, имеют химическое, ядерное, бактериологическое оружие, и мы не могли организоваться. Вы посмотрите распад страны Советского Союза в 1991 году. У нас не было никаких... Вы можете организовать. ...никаких-то войн. Вы сравните их с ту же самую Югославию. Что там произошло? Вы можете организовать. Ну, как так можно вообще говорить про свой народ? Да ну, несерьезно. Такие, как вы, 200 тысяч могут организоваться. Я не об этом говорю. И вы так же можете организоваться. Я организуетесь вы так же. Я говорю, как бы... Ну, как говорить так? Я высказываю проблему. Проблема состоит в том, что... Мне кажется, что все, что у нас не получается, и то, что мы не выдерживаем конкуренцию наций, да, это проблема связана не с какими-то внешними, там, маленькими модернизациями промышленности, там, не знаю, там чего-либо, а надо, на самом деле, менять вот саму структу общества. То есть, самое... Мне кажется, менталитет... Менталитет не поменять, нужно поменять, надо вот новые технологии социальности применить, нужно социальность устраивать заново. Опять же, ты предлагаешь на тех же самых людях применять некие новые методы, не поменяв отношение самих людей к себе и к этим методам. Получается, что есть, грубо говоря... Западные люди смогли однажды организоваться почему-то? Вот они были... У них тоже было... Они не смогли организоваться, потому что они организовывали, исходя из своего менталитета. А у нас в России, насколько я понимаю, есть, грубо говоря, некий менталитет, и мы пытаемся на этот менталитет посадить что-то. Мы не из менталитета пытаемся вырастить свое собственное, ну, или там какое-то. А мы пытаемся применить некие, так сказать, общее соображение уже на то, что есть. Поэтому получается конфликт, конфликт, грубо говоря, россиян с тем, что они... Как они видят, как они изнутри себе представляют свою жизнь и так далее, и с тем, что им пытаются навязать извне. Ну, понимаешь... А у нас есть время на новые эксперименты? Философы обсуждают же эту проблему. И обсуждали, и раньше обсуждали. Да в чем состоит русская идея? Это же вопрос насущный. До сих пор он есть. Да в чем состоит? Православие – это самодержавая народность? Да в чем? Духовность какая-то особая православная. В чем состоит русская идея? А если она вообще, в принципе, так таковая? Является офимизмом особо разузданного воровства, да, в составе? Я уже не в этом состоит, это просто иной способ постановки вопроса о том, как организовать нашу социальность. Да, я понимаю. Мне кажется, что можно это оспаривать, Саша пытается это оспаривать. Я считаю, что наша социальность организована неразумно. Вот я считаю. Саша считает, что она суперразумна. Я считаю, что нет. Исходя из твоего выражения, получается, что в некотором смысле мы живем, общество живет само по себе, а люди, которые организуют это общество, живут отдельно и пытаются это общество организовать. Да. Типа давайте мы вас организуем так, сяк, вот так, вот так. А общество говорит, а мы не хотим так, а мы не хотим сяк, мы вот хотим вот так, вот так. Потому что оно индивидуалистично, они считают, как только право право. Какие выборы, нахрен этому бэдлу выборы, зачем им выборы? Вот, вот, оно говорит, не ходите так, значит будем принимать законы. Не ходи направо, не двигай так, то есть не разумностью, как ты говоришь, а именно законами начинают управлять общей. Академия наука какая-то, нахрен этому бэдлу вообще академия наука. Да, давайте делаем другого, мы будем четко распределять, так сказать, нашу чиновников. Назначим, да, назначим, определим. Давайте облака не превращать, вы просто пытаетесь обсудить, как много проблем. Проблем много. Нет, нет, это глобальная проблема, из больной или изнутри. Да, да, суть этого просто стояла в том, как мне кажется, что мы теперь уже не можем тут старого коллектива организоваться. Надо бы какой-то нового рода коллектива создавать. Люди пытаются, я бы сказал, что я, конечно, сейчас отвернусь снова к Навальному, но мне кажется, что вот Навальный, Юхорск и так далее, неважно. Они пытались по западному шаблону все сделать. Ну, опять же, по шаблону. Почему по западному, они пытались по западному шаблону? Это разные вещи, просто разные, принципиально. Я не говорю ни о каком поклонении. У тебя постоянно шарах какие-то поклонения. Я вообще бы не об этом. Но ты говоришь шарах. Вот Толгер, я хочу что-то сделать. Я смотрю, какие технологии есть на рынке. Я их использую для того, чтобы что-то сделать. У нас есть технологии. Западного... Славянофильство, а предполагает нужник на улице, по-моему, вопрощение, или нет? Ну, давай не будем скатываться в холомат опять же. Это так же опять же... Ну, потому что это холомат. А почему холомат? Ну, славянофильство, нужник на улице, предполагает? Я не знаю. Спроси у славянофилов. Такого вопроса, по-моему, не обсуждаю. А, почвенчество, нужник на улице, предполагает опять же? Почвенчество, это просто иное слово для славянофильства. Ну, ты говоришь, есть западность, кредит, есть противоположность. Я так думаю, что противоположность предполагает нужник на улице. Не знаю. А если западничество предполагает, то это предполагает нужник на улице. Это холомат. А на самом деле оба течения предполагают евростандарты и комфорты. А я говорю, что это организация социальности. Организация социальности это что такое? Это не что другое. Это как люди совместно живут. Конечно же есть некоторые вещи, которые окружают, которые надо организовывать. Но прежде всего люди должны как-то внутренне организоваться сами по себе. Они как-то совместно живут. Мне кажется, пока человек не сытый, пока он думает постоянно о забоченном добывании. Нет, подожди. Все люди точно так же о забоченном добывании. Подожди, подожди. Не в второй степени. Поэтому теперь не говорите. Вы русские организоваться сами не можете. Поэтому вам выборы нахрен никакие не нужны. Не нужны вам русским выборы. Продолжение следует... ... Продолжение следует...